Жена выгнала из дома Лещенко, закрутил роман. О болезненном разрыве с первой женой Аллой Абдаловой Лев Лещенко никогда подробно не рассказывал. Но сейчас решил прервать обет молчания. Семейная жизнь с Аллой нам никак не удавалась, вздыхает Лещенко. Ни для кого не секрет, что двум творческим людям нелегко ужиться вместе. Алла работала в оркестре Утесова, была его примой, но ей хотелось развиваться дальше. Тем более, что мои успехи казались ей гораздо выше. И это ее, если не расстраивало, то уж точно угнетало. Подобная обстановка в доме была невыносима. Поэтому после ссор и выяснений отношений мы решили разъехаться. Но семейную жизнь длиной почти в 10 лет не так-то просто выбросить. Поэтому уже через год мы с Аллой решили попробовать начать все заново и опять жить вместе. В августе 1976 года артист улетел на гастроли в Сочи и поселился в гостинице «Жемчужина». Там-то Ефим, менеджер Валерия Абаздинского и познакомил Лещенко с Ириной, встреча с которой перевернула всю его жизнь. «К моему ужасу в нашем распоряжении было лишь два дня. Потом Ирина должна была улететь в Москву. А я остаться в Сочи», – вспомнил артист. Но вместо того, чтобы решать какие-то орг-вопросы, не думая о последствиях, хорванул в аэропорт и улетел в Москву. Дальше прямиком из аэропорта поехал на Белорусскую, где остановилась у подруги Ирина. Эти несколько московских дней навсегда врезались в память. Полные любви, разговоров, смеха, ночных прогулок. Когда не чувствуешь ног, мы не расставались ни на минуту. Разговор с женой навис над певцом Дамокловым мечом. Надо было расставить все точки над «и». Волновался, скажу я вам не меньше, чем когда звонил в дверь к Ирине. Но вот щелкает замок, и Алла открывает дверь. На абсолютно непроницаемом лице ни одной эмоции. «А вот и ты», – говорит она бесцветным голосом, и выставляет на подъездную площадку два чемодана. «Забирай свои вещи и прощай, Лёва», – цитирует Лещенко журнал «Откровение звезд». Отрывок из его книги «Песни выбрали меня», которые вышли в издательстве «Эксмо». Видимо, доброжелатели уже сообщили ей все подробности моих сочинских гастролей. Но так было даже лучше, подумал я, что без скандала, упреков и руганий. Воодушевление ей, что все так быстро произошло, просто вылетел из подъезда. Субтитры создавал DimaTorzok